Итак, доброе утро, дорогие друзья! Начинаем наш последний перед Песохом урок. То есть сегодня уже последний урок перед Песохом. Завтра у нас Шаббат. И в Шаббат вечером наступает Песох. Новый цикл. Новый цикл вообще... Новый цикл жизни. Сейчас уникальная возможность начать жизнь сначала. Прям заново родиться. Вот Песох это вообще... Очень у евреев удобная жизнь, потому что есть Новый год, Роша Шана, когда это начало года, можно заново родиться, да? Причем почему-то это в седьмом месяце. Как бы дается два старта в году. В Григорианском календаре, в обычном, да, солнечном годе. Один Новый год. А у евреев два. Один Новый год это первая Ниссана, он уже был. Но первая Ниссана мы стартуем. И вот 14-го Ниссана это пик. Это пик. Кстати, мне вчера сказали, что первого Ниссана было какое-то... Несколько лет. Какие-то есть волны там энергетические, что-то наблюдают, связанные с астрономией. И один парень говорит, он говорит, вообще первая Ниссана, что там было вообще какой-то взрыв, какого-то там энергии космической и так далее. Я говорю, конечно, эта вселенная появилась первого Ниссана. А первая Ниссана это одного Луния было. И вот оно сейчас идет, поднимает, поднимает, поднимает. И 14-го Ниссана ночью Всевышний Ашем, тот творец, создатель мира, Беквадоу Бе Ацмол, он сам лично не ангел, не через его систему, которую он создал, а лично он придет в этот мир для того, чтобы во время Пасхального Седера, во время Пасхального Седера, помочь тем, кто хочет, да, и даже тем, кто не хочет. Кстати, интересно, этим отличается больше Роша Шана от Песаха, что в Песах идет влияние сверху. То есть приходит Всевышний, и он прямо как такой свет, он пробуждает всех вообще, даже тех, которые спят. А в Роша Шана идет влияние снизу. Это ты как делаешь чуву, готовишься, до этого идет 30 дней подготовки, и ты должен сделать хишбон-нефиш. Песах это просто выйти из рабства. Выйти из рабства, выйти из ограничений, в которых человек находится. И вот интересно, я хочу с этого сейчас начать, чтобы было больше понятно про Песах. Очень интересно, что в Песах, вот что мы делаем в Песах? В Песах мы едим мацу. Маца это мука и вода, все. То есть это просто никаких примесей, это основной продукт, который вообще, на котором человек живет. Все человечество выросло на хлебе. Хлеб это то, что вообще позволило людям выживать. Раньше же как были? Собиратели. Тут он собрал, тут он какого-то мамонта там убил, или какого-то там оленя загнал. Но это все тяжело. Пока мы с людьми не научились выращивать хлеб и есть хлеб, человечество не могло начать вот так вот развиваться, как оно сейчас развивается. Есть еще в Талмуде, интересно, написано, что рассуждается, какой, какой, Дерево познания добра и зла. Что это было за дерево? Что это был за плод? Есть такое мнение, что это был лехом, хлеб. Лехом это, ну вот хлеб, так на иврите звучит, слово лехом. И, значит, есть такая, Аллаха, такой закон даже есть, что ребенок, он начинает говорить, когда он начинает есть хлеб. То есть оно очень связано между собой. Когда он начинает есть хлеб, тогда он начинает и говорить, ребенок. До этого его кормят там молоком, какими-то там еще чем-то. Но именно вот этот вот момент перехода на следующую ступень восприятия связан с хлебом. Теперь, но хлеб, хлеб, который мы едим, это не только мука и вода. Весь год мы едим, весь год мы едим хлеб, в котором есть, он пышный такой, он там из, добавлен у него там соль, сахар, какие-то, добавьте. То есть очень много в обычном хлебе, который мы едим, добавок. То есть, а маца, маца это чистая вообще, вот только мука, вода, оп, и сделали. Теперь мы семь дней, семь дней мы едим только вот эту вот мацу. Для чего? Для того, чтобы опять прикоснуться к своей, вот главной, в душе есть такая, как точка такая, да, кто я? Кто я вообще в этом мире? Я это тот, кто все время связан с миллионом разных обязательств, желаний, там, страхов, а будет мне что кушать? Не будет. А будет мне где жить? Не будет. И вообще человек, он все время, он такой расплющенный, можно сказать, как вот, как буханка хлеба. Обычный человек, его голова, она как буханка хлеба такая, напухшая такая, напухшая. Там я, кто я, а как ко мне относятся, а что, и так далее. Очень много мыслей у обычного человека, и большинство этих мыслей, они, они беспокойные. То есть, очень беспокойные. Вот я даже сегодня думал, там, ну, какие-то постоянные беспокойства, тут, тут, там, тут здесь. То есть, чем больше, как сказали мудрецы, марбе не хаси, марбе да ага. Чем больше ты занимаешься бизнесом, каким-то, каким-то проектов, да, много проектов, и у тебя голова просто рассыпается, вот так вот, прям на кусочке. А Матса нас приучает Песах, ты кто? Ты, вот ты кто вообще, да, как человек, как личность. И оказывается, что, когда человек, он себе этот вопрос задаст, окажется, что его я, оно только внутри. Я это тот, кто пришел в этот мир один, был такой маленький, и который уйдет потом один. И я это тот, кто живет внутри меня, а все остальное, это не я. Все остальное, это мои какие-то мысли, какие-то, может, и не мои даже мысли, потому что человек, его голова наполнена вообще не своими мыслями. Мартитологи очень прям целенаправленно качают и внедряют смыслы в жизнь человека, внедряют в него какие-то вообще идеи, которые ему не нужны, чтобы его побудить каким-то действием и так далее. И вот именно Песах, это тот момент опять вернуться к себе, опять вернуться к себе, понять, что бояться нечего, что можно жить неделю на одной маце. Маца это вода и мука, все. И ты когда, и этого хватает для жизни, то есть это абсолютно, это очень интересно, когда в Песах съедаешь три мацы, три вот этих вот листочка мацы, там за все, весь пасхальный седр, ты должен съесть эти три листочка. Потом можно вообще ничего не есть. И потом в следующий день до обеда кушать не хочется. У тебя просто как кирпич лежит в животе, и он этот кирпич медленно переваривается. Я, кстати, после этого, когда ехал куда-то, знал, что у меня там еды не будет. Я брал с собой просто мацу, и съедаешь вот такой вот листок мацы, и у тебя это в животе прям сытость, сытость такая. Прям кирпич, он медленно-медленно как уголь отдает тебе энергию, и ты можешь не есть, например, там, день целый, да. Теперь, когда человек понимает, что для счастья нужно только хорошая связь с собой, для счастья нужно уметь отделить то, что не я, вот вся вот эта вот напухшая буханка, и уметь эту напухшую буханку не воспринимать серьезно, да, все эти вот мысли, мысли, какие-то там желания, обязательства и так далее, в этот момент и наступает выход на свободу, на свободу, на настоящую связь со Всевышним, который, он говорит, я, говорит, тебя вывел из земли Египетска, из дома рабства, чтобы быть твоим Богом. Куда вывел? В пустыню. А что в пустыне? В пустыне отлично, ман каждый день падает тебе, да, даст Бог день, даст Бог пищу, то есть на пищу, вот, сегодня голодным никто не останется. Мы живем в такое время, в истории человечества, которое раньше бы назвали бы раем. То есть раньше люди, если бы увидели нас сегодня, сказали бы, вообще это просто, это Боги, они, они просто вообще живут в раю, у них есть вода в доме, можно открыть кран и попить, вообще им раньше надо было заедать, а туалет есть в доме, раньше же у них какой, откуда в доме туалет? Еда есть, вот такая стоит, погреб стоит со светом, ты открываешь холодильник, они же не знают раньше, древние люди, что это холодильник, они говорят, у них в доме погреб со светом, и там можно хранить еду, а вот у них морозилка, ледник, просто ледник, раньше ледники были только в Антарктиде, а сейчас у них ледник в этом самом, прямо в холодильнике, там же ящик такой, ледник, можно заморозить, какого-то убитого животного, и которое убитое животное, это его же не надо ни выращивать, ни выкармливать, ничего, ты просто идешь в магазин, и этого там убитую тушку берешь, и себе в ледник кладешь, просто рай, понимаете, люди даже 2-3 поколения назад, они такого даже представить не могли, а что, а люди сейчас, что радостные, нет, 25% омерите на антидепрессантах, 75% остальных в стрессе, а что ты в стрессе, у тебя что кушать есть, есть, где жить есть, есть, что ты в стрессе-то, у тебя все нормально, у тебя в жизни все прекрасно, именно вот это вот мы в Песах должны поймать, эту вот такую вот точку, и начать заново, начать заново год, выделяя главное, что главное, главное это связь со Всевышним, это выполнение заповедей, это контакт с тем, от кого зависит все, то есть все в жизни зависит от человека, его взаимоотношений с Богом, а как эти отношения строить, это Тора, это было такое небольшое вступление, и сейчас мы продолжим изучать законы Лошонара, законы Лошонара, и как раз вот я пытался разобраться, и вчера, и сегодня с этим очень, как сказать, для меня это сложно, я так честно сказать, я не разобрался, скажу я вам, как я понял, и я прям хотел после этого даже закончить, изучать законы Лошонара, потому что я не разобрался, вот я не понимаю, значит смотрите, вторая глава посвящена тому, что Хависхаем, автор этой книги, он объясняет разрешение, говорит Лошонара, когда есть три слушающих, то есть есть прямо в Талмуде, как я уже вчера говорил, раба Бараравхана, его звали, и он значит, говорит так, что если три тебя слышат, то можно, это уже не Лошонара, потому что все равно, это будет распространиться, значит, называется это закон Лошонара, БАПИ ТЛАТА, закон Лошонара, злоязычие перед тремя, и он говорит, с одной стороны написано, что можно, но с другой стороны, он дальше доказывает, в 13 пунктах, что нельзя, он приводит множество разных доказательств, почему все-таки нельзя, даже если уже трое знают, почему нельзя, если ты один из этих троих, почему нельзя передать дальше, хотя ты даже знаешь, что те двое передали дальше, в общем, очень много он приводит таких вот доказательств своей точки зрения, и он говорит, даже если трое знают, даже если ты знаешь, что начали распространять те двое, вот это злоязычие о ком-то, сплетни и так далее, ты все равно не имеешь права говорить, говорит он, и все. И он говорит, все, кто Ирэй Шамаем, все, кто боятся Бога, они, он говорит, меня услышат, и, значит, не будут все равно, даже если они услышали что-то, что уже как бы пошло распространяться про кого-то это злоязычие и сплетни, чтобы все равно они дальше не произносили. Все его доказательства я привозить не буду, приводить его не буду доказательства все, но вот он говорит, лучше не делать, вот прямо лучше не делать и все. И теперь дальше, секунда, есть вот в конце, прямо очень он много об этом пишет. Так, ну я вам скажу, что у меня, знаете, какой подход? Сейчас, у меня подход такой, что вот есть, есть опасность для жизни, да, вот, например, есть яд, вот конкретный яд, от которого можно умереть. И далее тебе, например, тебе надо, хочется тебе попить водички, и тебе говорят, смотри, вот у тебя стоит 100 стаканов воды, но в одном из них яд, от которого ты можешь умереть насмерть. Пей, а в каком яд? Не знаю, один из 100, всего один из 100, но выпиваешь и умрешь. И ты стоишь и думаешь, а может я и не очень хочу пить, вот пить или не пить, пить или не пить. Всего один стакан с ядом и 100 стаканов с водой. И я, например, я пить не буду. Я пить не буду, я лучше, там, за 10 километров пойду за водой, но чтобы там не было возможности даже яда. Теперь весь вопрос в том, насколько ты относишься к запретам Торы со страхом. Да, человек обычно, он живет движимый желанием получить удовольствие и страхом пострадать. Мой учитель Равыцкий экземпляр зацали, он, когда вот кто-то ему жаловался, например, я не могу, там, я не могу, например, я не мог ему не ответить, я не мог не раздневаться в этой ситуации. Он говорил, такой вопрос задавал, а скажи, говорит, если бы тебе руку, ты знал, что тебе руку отрубят за то, что ты раздневаешься, ты бы сдержался? И человек говорит, не, но если бы руку отрубить, сдержался бы. Он говорит, так, а зачем ты говоришь, что ты не можешь? Ты можешь. Ты реально можешь. И вот этот вот вопрос касается всех заповедей. Мы, на самом деле, мы не знаем, мы не знаем, вот Дмитрий Базанов говорит, я бы выпил без сомнения, я бы даже, то есть он, например, посчитал бы, что шанс умереть от одного стакана, он как бы маленький, и я лучше попью. А я бы, например, не пил бы, да, а кто-то бы, кто-то бы, не знаю, поступил бы по-другому. То же самое с запретами Торы. Когда нам вначале в предисловии ХФСХМ объяснил, что человек, который говорит злоязычие или сплетню, нарушает 17 запретов Торы и 14 поверевающих заповедей. Теперь есть ситуация, в которой вы стоите, и кто-то вам рассказывает, вот есть кто-то, Саша, допустим, его зовут, вы стоите, вас стоит Трое, и Саша рассказывает про Петю, что Петя такой прямо реально, и про него позорит Петю, рассказывает про него гадости. И вы стоите и думаете, так, сейчас я прийду и жене расскажу про Петю. А потом думаете, ну это же как стакан с ядом, ну а зачем? Ну вроде бы Трое же уже слышали, и Саша, во-первых, даже если Трое здесь слышали, то может Саша врет. И самое здесь, знаете, какая еще ХФСХМ приводит? Он говорит, смотри, даже если есть такое разрешение, вот это вот я помню, то, что он сказал. Он говорит, даже есть разрешение, что если Трое рассказали, Трое слышали, то уже они расскажут. Но ты, когда будешь передавать этот рассказ, ты-то может быть, и даже не может быть, а скорее всего, ты что-то туда прибавишь и исказишь. И получится, что ты можешь усилить вот этот позорящий эффект. И тогда это амоции Шемра, то есть ты тогда нарушаешь еще большую запах, то есть ты выдумал на него плохо. То есть ты как бы начинаешь про него плохо рассказывать, но ты можешь так это все передать, что будет что-то другое в этом рассказе. Я добавлю, что точно будет что-то другое в рассказе. Потому что человек не может запомнить рассказ 100%, и когда он его передает, то вероятность того, что он исказит, добавит, убавит, прибавит и обманет, она практически 100%. Поэтому лучше, если вы про кого-то услышали плохо, какая польза передавать? То есть быть переносчиком инфекции, заразы, ну какой смысл, да? Ну и опять же я вам скажу, что по моему жизненному опыту, если ты говоришь про кого-то плохо, то первое, ты рассказал кому-то про другого плохо, тот, кому ты рассказал, он расскажет еще кому-то, оно дойдет до того. Это может быть обида на всю жизнь, причем обида страшная. Есть люди, которые эти обиды не прощают, которые годами носят, и потом они отвечают. Люди очень мстительные. Второе, тот, кто тебя слушает, он про тебя же может потом подумать, ну вообще, что это за человек? У него, ну как грязный рот, да? То есть он потом про меня тоже самое расскажет. Ну и в принципе это как яд. Поэтому лучше воздерживаться от любых негативных разговоров о ком-то. И как, опять же, как воздерживаться? Вот тут как раз есть очень важное такое дополнение, которое я хочу сказать. Человек, который хочет воздержаться от каких-то слов или от каких-то мыслей, он не может воздержаться. Это есть известная история, как не думай про обезьяну, не думай про обезьяну. То есть когда человек пытается не думать про обезьяну, то он будет думать про обезьяну. Единственная возможность не говорить лошонара, это какая? То, что мы как раз, вот вся книга, это основано на отрывке. Миаи шахафетскаим, кто человек, жаждущий жизни. Уэв я мавли ротов, тот, кто любит все дни, видит добро. Значит, нэцорлы шанха мира, останови язык от зла. Вэсфасэ хамидабэр мирмай, устасвай от того, чтобы говорить ложь. Сур мира, отодвинься от зла. И вот тут вот секрет. То есть ты не можешь не думать о плохом или не говорить плохое. Ты можешь только думать о хорошем и говорить хорошее. И когда ты вместо того, чтобы говорить плохое, начинаешь говорить какие-то полезные вещи, какие-то полезные слова, слова Торы. Рафзерберг, например, он всегда, всегда, вот он, он говорил очень много. И хафетскаим говорил. Многие говорят, если я не буду лошонара, так я тогда, о чем мне разговаривать. Хафетскаим, он вообще не молчал. И Рафзерберг не молчал. Он все время говорил слова Торы. Он все время рассказывал какие-то истории из Торы, истории про праведников. Какие-то интересные, полезные вещи, которые именно Тора, то, что приносит пользу. И то же самое человек, для того, чтобы не говорить и не думать о плохом, нужно как раз говорить и думать о хорошем, как нам подсказал Олег Гусаров. Тадар Абаб, Песах, Кашер ВСМ, чтобы был у всех хороший и веселый, радостный Песах. Есть о чем разговаривать. Можно подготовиться, можно рассказать заповедь из Торы, ночью рассказывать о исходе из Египта, вспоминать, рассказывать, делиться, себе рассказывать и занять голову, чем изучением Торы и разговора о чем? О выполнении заповедей, о нюансах выполнения заповедей, о том, как правильно выполнять заповеди. Посмотрите, это же просто вообще. Вот книга, это все-все-все он объясняет Хафетскаим только про одну, вот про эту главу, про говорить Лошанара перед тремя, 20 страниц. 20 страниц с мелким текстом. И чтобы во всем этом разобраться, это ушло бы, если бы я вот детально во всем разбирался, то я бы тогда бы 10 часов у меня бы это заняло. Все, больше бы я ничем не занимался. Все, шаббат, шалом, все уходят, готовятся к Песаху. Всем Песах, Кашер ВСМ, чтобы вышли из Египта, из внутренних ограничений, из внутреннего рабства и присоединились ко Всевышнему. Все, удачи, успехов. Встречаемся во вторник. Воскресенье, понедельник, Песах. Во вторник будет следующий урок. До вторника уроков не будет, уже все. Так что можно читать, изучать. На портале ВАИКРа есть очень много полезных уроков. Все, счастливо. Продолжение следует...